С 16 по 31 декабря Не упустите предновогоднюю акцию МД Регион дарит подарки Металлоискатель Майнлаб Экстер от 505 Это средняя модель из легендарной линейки Экстера Которая приобрела множество поклонников Прибор доступный по цене, простое управление и надежный Работает на технологии Вифлекс Благодаря этой технологии удалось значительно улучшить производительность, дискриминацию, глубину обнаружения и устойчивость к внешним помехам Майнлаб Экстера 505 может работать на 3 частотах 3 кГц, 7,5 кГц и 18,75 кГц В зависимости от установленной катушки Частота 3 кГц подойдет для поиска крупных целей Частота 18,75 кГц подойдет для поиска мелких целей из цветных металлов Частота 7,5 кГц универсальная подойдет для большинства типов целей Именно поэтому с завода Экстера 505 комплектуется круглой DD катушкой размером 10,5 дюймов с частотой 7,5 кГц Работает металлоискатель на 4 пальчиковых батарейках типа 2А Возможно использовать аккумуляторы такого же типа Батарейный отсек находится в блоке управления Рассмотрим элементы управления и дисплей На лицевой панели находятся Кнопка включения и выключения Кнопка выбора режима поиска Кнопка выбора режима все металлы Кнопка меню Кнопки регулировки настроек Кнопка пинпоинт Кнопка принять и отклонить цель Кнопка баланса грунта И дисплей Металлоискатель Экстера 505 имеет 5 вариантов озвучки на выбор 1 тонн, 2 тона, 3 тона, 4 тона и 99 тонов И 19 сегментов дискриминации При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик Значение VDI выводится на дисплее металлоискателя А соответствующий этому сегмент на шкале начинает мигать Таким образом мы примерно понимаем Какая цель находится у нас под катушкой Покажем пример на трехтональной озвучке В первый сегмент с VDI от минус 9 до минус 3 Попадают все цели из черных металлов, железные И озвучиваются низким тоном В сегменты с VDI от 3 до 24 Попадают цели из цветного металла С низкой и средней электропроводностью Например фольга, алюминий и золото И озвучиваются средним тоном Сегменты с VDI от 27 до 48 Попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью Например медь и крупные серебряные монеты И озвучиваются высоким тоном Помните, что точные позиции разрыва тона различаются В зависимости от выбранного вами варианта озвучки Слева на блоке управления находится разъем под наушники Слева на дисплее находится индикатор уровня заряда батареи Слева значение VDI мы видим выбранный режим поиска Справа на дисплее индикатор глубины залегания цели Состоит он из 5 треугольников Каждый из них равен 5 сантиметрам Если при обнаружении цели горит один треугольник Значит цель под катушкой находится на глубине 5 сантиметров Если горят 5 треугольников Цель находится на глубине 25 сантиметров Данные показатели актуальны для небольших целей Например для монет А максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров Настройки металлоискателя Для того, чтобы зайти в меню настроек Нажмите кнопку меню Первая настройка чувствительности Помните, чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности При котором металлоискатель работает стабильно В некоторых условиях при максимальной чувствительности Появляются ложные сигналы от грунта При возникновении подобной ситуации Чуть снизьте чувствительность и они пропадут Чтобы перейти в следующий пункт настроек Ещё раз нажмите кнопку меню Отстройка от электропомех Если вы работаете под линией электропередач Или рядом с другим прибором Могут возникать помехи При возникновении подобной ситуации Выберите один из пяти каналов На котором прибор будет работать максимально стабильно Следующая настройка пороговый тон Это фоновый звук детектора Который помогает отличить цели чёрного металла От полезной цветной В режиме дискомбинации при обнаружении железных целей Пороговый тон будет прерываться Громкость порогового тона устанавливайте так Чтобы он был чуть слышен и не был слишком громким Следующая настройка громкость металлоискателя Далее выбор тона 1 тон, 2 тона, 3 тона, 4 и 99 Для того чтобы выйти из меню Нажмите кнопку пинпоинт Настройка на грунт Её необходимо выполнять каждый раз Перед началом поиска Для эффективной и стабильной работы металлодетектора Как это сделать? В режиме поиска всех металлов Найдите чистый участок без целей Держите катушку параллельно над землёй На расстоянии 10 см Нажмите кнопку баланса грунта Вы услышите непрерывное гудение Непрерывно поднимайте и опускайте катушку И слушайте звуковой сигнал Настройте баланс грунта с помощью клавиш плюс и минус Так, чтобы звук исчез или был как можно тише Майнлаб Экстера 305 имеет 4 режима поиска 3 пользовательских режима с предустановленной маской дискриминации Которые вы самостоятельно можете изменить И ваши настройки сохранятся даже после выключения металлоискателя Для перемещения по маске дискриминации используйте клавиши плюс и минус Кнопкой «Принять и отклонить цель» исключите из поиска нежелательные цели После того, как вы их исключите, соответствующие сегменты на маске будут закрашены чёрным И не будут озвучиваться Третий режим «Все металлы» Маска дискриминации открыта полностью Озвучиваться будут все цели Сброс настроек до заводских При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку меню И нажмите кнопку включения На экране появится надпись FP Отпустите кнопку включения Настройки сброшены до заводских Сброс настроек маски дискриминации При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку пользовательских режимов И нажмите кнопку включения На экране появится надпись PE Отпустите кнопку включения Настройки маски дискриминации сброшены до заводских Правила эффективного поиска Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы» То есть полностью открытой маской дискриминации Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушку несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели воспользоваться режимом пинпоинт. Для этого необходимо однократно нажать на клавишу пинпоинт и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать.